В Ярославской области заработали первые асфальто-смесительные установки. В регионе начался сезон дорожных работ, пора производить покрытие. Сегодня съемочной группе городского телеканала показали работу асфальто-бетонного завода, находящегося на окраине Ярославля. Здесь изготавливают несколько видов смеси, в том числе для ямочного и локального ремонта. Они понадобятся не только в областном центре. Материалы также используют на Гаврилов-Ямском и Рыбинском направлениях. Сейчас подробности. Асфальто-бетонная установка в поселке Прибрежный уже работает. Материалы завозятся по воде. Производительность завода – 240 тонн в час. А это значит, что обеспечивать дорожников необходимой продукцией возможно в кратчайшие сроки. Тем более, что установка позволяет производить фракции по соответствующим ГОСТам. В этом убедилось Министерство дорожного хозяйства региона при осуществлении проверки выпуска заводом асфальто-бетонной смеси для ремонта дорог по реализуемому правительством области национальному проекту «Безопасные качественные дороги». С 1 июня у нас перестает действовать старый ГОСТ на старые асфальто-бетонные смеси. Применение асфальтов по новым ГОСТам нам позволит значительно увеличить срок службы автомобильных дорог, сократить ремонтные сроки. По словам специалистов, этот завод отвечает всем требованиям к выпускаемой продукции. При предприятии есть лаборатория, которая проверяет готовые материалы, в том числе на качество и экологичность. А это очень важно для выполнения поручения губернатора Михаила Евраева. При реализации нацпроекта на всех этапах осуществлять постоянный контроль качества производимых работ. В первую очередь сейчас смеси будут направлены на ямочный ремонт, объемы работ, дороги в Ярославле, трассы на Ивановском и Рыбинском направлениях. Мы можем смело заявить, что здесь экологические нормы соблюдены полностью. Кроме этого, данные асфальтобетонные заводы имеют некоторые конструктивные особенности, которые позволяют снизить энергоемкость производства и тем самым понизить себестоимость. В настоящий момент на территории области функционирует 20 асфальтобетонных заводов. Профильное региональное министерство в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планирует начать работы по укладке покрытия в мае. При этом подрядчики будут обеспечены качественной асфальтобетонной смесью. Владислав Старожук, Александр Захаров, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости.